Добрый вечер. Мы начинаем сегодня изучение недельного раздела Байхи. Это последний недельный раздел в книге Берешит. Содержание этого раздела – это последние годы жизни Якова, которые он проводит уже в Египте. И Тора описывает здесь и его смерть, и его похороны, погребения в пещере Махпила. Вот это основное содержание этой главы. В качестве вступления в эту главу, как предисловие к ней, Рамбан, пишет здесь несколько строк, имеет смысл на них остановиться. Рамбан, как известно, объясняет весь Хумаш Берешит, всю эту книгу, последовательно объясняет ее в соответствии с правилом, который он приводит еще в главе Лехлиха, Маосей, Авод, Симан, Лебаним. Деяние отцов – знак потомка. Принцип, который означает, что через поступки наших братцев, через жизненные ситуации, в которых они оказываются, выстраивается в миниатюре вся история еврейского народа в дальнейшем. То есть все те предопределения, все те события, которые должны произойти, которые предопределено, что они должны случиться, они сначала реализуются в миниатюре через поступок одного из наших братцев – Авраама, Ицхака или Якова. И только уже затем, после того, как они прошли первую стадию реализации на уровне макета, только после этого они уже в свое время реализуются не в миниатюре, не в макете, а в конкретных реальных событиях еврейской истории. Так и здесь. Приход Якова в Египет и его последние годы там, что этот эпизод жизни Якова, прообразом чего он является, макетом какой части еврейской истории он является, «Амбан отвечает, я уже упомянул». В действительности он уже очень коротко дал на это намек в конце главы Микетс. «Я уже упомянул, что приход Якова в Египет является прообразом нашего изгнания». «Нашего изгнания». То есть последнее изгнание, то, что называется «галутый дом», изгнание «галутый дом», который продолжается и по сей день, хотя Римской империи давным-давно уже нет, она стала столько застоянием учебников по истории и музеев, но у Римской империи есть свои последователи, есть свои наследники, и у них в подчинении, в пробощении мы находимся и по сей день. Так вот, продолжает Рамбан, и вот сегодня мы находимся в лапах четвёртого зверя Рима. Причём здесь четвёртый зверь, что это за четвёртый зверь, очень коротко, в своё время это очень подробно объяснялось. Сны, которые приводятся в книге Даниэля, это сны, которые видят сначала царь Мулхаднецар, затем и сам Даниэль, в этих снах выстраивается макет всей истории человечества как чередующаяся друг за другом власть четырёх царств, четырёх сверхдержав, и они по определённым признакам, которые можно обновить в тексте, идентифицируются как первая – это Вавилония, Вавилонская империя, вторая – вслед за ней Персидская, Затем – греческая Александра Македонского, и вслед за этим – Римская империя. И её власть продолжается, сказали, по сей день, поскольку в снах Даниэля они, все эти четыре сверхдержавы, они выступали в образах животных или в образах домашнего скота, либо в образах зверей, поэтому Рамбана упоминает здесь вот этот вот четвёртый зверь, страшный и ужасный, это и есть та самая Римская империя, и мы под властью её находимся по сей день. А почему, собственно говоря, нужно сравнивать приход Якова в Египет с нашим последним галутом с прообощением Римской империи? Где здесь параллели? И Рамбан подробно останавливается на всех этих параллелях. Прежде всего, что написано здесь, сама сюжетная линия прихода Якова с его семейством в Египет. Как это происходит? Очень коротко. Сыновья Якова, продав своего брата Йосефа, тем самым положили начало цепи событий, которые привела их в Египте. То есть, они не собирались приходить в Египет, у них и мысли такой не было. Они сделали определённые действия, продали, в результате ссора, которая была, продали Йосефа, но этим самым они запустили целую цепочку действий, которая в конечном итоге приведёт их в Египет. Ну и когда семья пришла в Египет, она же пришла, мы знаем, из-за голода, то Яков надеялся спастись там, в стране фараона, который любил его сына Йосефа как своего собственного. То есть, поначалу очень положительное отношение к семейству Якова и тот факт, что в Египте нет голода, они приводят Якова с его семейством на берега Нила. Они, естественно, рассчитывали, они не собрались там прожить долго, как сказано, и они рассчитывали уйти оттуда, как только завяжется голод в земле Кнаан, как ведь сказано, мы пришли пожить в этой стране, то есть, мы вообще не собираемся становиться гражданами этой страны, мы собираемся быть здесь просто проживающими некоторое время, временными жителями. «Его нет пастбищ для овец у рабов твоих, потому что тяжёл голод в земле Кнаан». Это фраза, которую говорят сыновья Якова, фараон. Но так не получилось. Они не вернулись в Кнаан, остались в изгнании, и Яков умер там. А в землю Кнаана возвратились только его останки. И травмную процессию сопровождали старейшими фараона и его сыновники, которые там и устроили большой травм. Ну, вот эта сюжетная линия, завершающая книгу Берешит, «Приход Якова в Египет». Каким образом это напоминает то, как мы попали под власть четвёртого зверя Римской империи. Так же был у нас четвёртым зверем, царством и дома. Наши братья, заключив союз с Римом, сами положили начало цепи событий, которая впоследствии привела Римом в землю Израиля, и страна была отдана в их руки. Амбан имеет здесь в виду один из эпизодов еврейской истории, на который обычно не очень обращают внимания. А дело было так. Во время войн с греками, в поздний уже период Маковейских войн, когда, если на первом этапе под восстанием сопутствовал успех, и греки были изгнаны из страны и в конечном итоге вынуждены были подписать соглашение с евреями, которое позволило евреям, если не независимость, не государственную независимость, конечно, но, по крайней мере, внутреннюю абсолютную автономию и независимость во всём, что касается религиозных вопросов, греки полностью здесь сдались в этом вопросе, но в дальнейшем на этом война-то не закончилась. Это уже, так сказать, сама вот эта вот победа, она уже послужила основанием для установления праздника Хануки, но праздник праздником, а война потом продолжалась, вспыхивала раз за разом. И в конечном итоге давление, которое оказывали греки на Иудею, было настолько сильным, что предводители еврейского народа стали искать себе крупных мощных союзников, на которых они могли бы опереться в борьбе с Грецией. И их внимание привлёк тогда ещё, привлекла тогда ещё достаточно молодая сила, но уже очень мощная сила на мировой арене – это Римская империя, тогда ещё республика. Были посланы послы к Римскому сенату с просьбой о заключении союза и поддержании еврейского народа в его борьбе с греками. Римляне приняли эти условия, и в действительности в минуту жизни трудную, когда греки очень сильно давили, то достаточно было одного лишь только римского ультиматума для того, чтобы заставить греческие армии убраться во своясье. Греки уже всерьёз побаивались римских легионов. Однако, утверждает Ромбан, это была роковая ошибка. То есть, в короткий промежуток времени казалось наоборот, это был очень удачный шаг, нашли мощного патрона, нашли мощного союзника, на которого можно было опереться. Но, говорит Ромбан, именно этот опрометчивый шаг, он и привлёк внимание римлян к стране, к Святой Земле, и в конечном итоге они её и завоевали. Могу себе представить, что найдутся историки, которые будут спорить здесь с Ромбаном, и вряд ли будут считать это опрометчивым шагом, да потому что вряд ли нужно было привлекать какими-то особыми шагами внимание римлян к этой земле. Римляне к этому району, безусловно, всегда проявляли интерес прежде всего, потому что их главный интерес был в Египте, Египет был для Рима житницей, основным поставщиком хлеба, и понятно, что все близлежащие земли вокруг Египта, они тоже попадали в сферу римских интересов, и вряд ли нужно было специально, благодаря тому заключённому союзу, привлекать их внимание. Хотя, с другой стороны, поди знай, не исключено, что история могла повернуться и по-другому, римляне могли вести себя иначе, как бы то ни было мнение Ромбана, что шаг этот был опрометчивый, но самое главное, дело не в том, что ошибка не ошибка, но самое главное, что он повлёк за собой собственные шаги евреев, они и привели к тому, что римляне в конечном итоге в 63-м году до новой эры прибыли в эры Цисраэль, тогда это был генерал Помпей, и в конечном итоге завоевали страну, превратив её в колонию Рима. Продолжает Ромбан, Иерусалим был взят, т.е. где здесь параллель, так же, как братья, продав Йосефа, запустили цепочку событий, которые в конечном итоге приводят к тому, что они оказываются в Египте и порабощаются там, точно так же и здесь Маковеи, заключив по своему собственному желанию союз с римлянами, запускают цепочку событий, которые в конечном итоге приводят к тому, что Рим решает завладеть страной. Ну и на окончательной стадии Иерусалим, когда был взят римлянами, был взят именно в результате страшного голода. Это параллель того самого голода, в результате которого Яков и его семья отправляются в Египет. И мы в этом изгнании подобны мертвецам, а это параллель с Яковом, который умер в Египте. Может быть, он думал, что пребывание в Египте будет коротким, по крайней мере, его сыновья там говорят фараоновам и пришли сюда только пожить, пока здесь голод. Но оказывается, что ему придётся там, еврейскому народу придётся там казаться всерьёз и надолго, а Яков и умирает там. И вот мы, это состояние еврейского народа в этом последнем, четвёртом галуте, говорит Рамбан, мы в этом изгнании подобны мертвецам. Ещё одна важная вещь. Это изгнание продолжается бесконечно долго, и мы не знаем, когда ему конец. Здесь Рамбан намекает уже на другую деталь, которая в тексте не сразу видна, но на неё обращают внимание наши мудрецы, и Раш их приводит, сейчас мы к этому подойдём, то, что Яков Авину хотел раскрыть своим сыновьям, когда же будет конец изгнания, когда же будет конец рабства и прообращения, когда же придёт избавление, и ему это не удалось сделать. Этот конец остался скрытым, неизвестным. Подобно тому, в отличие от всех других голодов, все остальные изгнания, они были не такими уже длинными, и самое главное, было известно заранее, сколько времени они продлятся. А четвёртое, последнее изгнание, конца и края ему нет. И неизвестно, сколько нам ещё придётся терпеть это рабство. И наши кости уже иссохли, но в конечном итоге мы знаем, что придёт избавление, закончится и это изгнание, и народы мира приведут всех наших братьев из всех стран в дар Господу на конях и на колесницах, и на повозках, и на мулах, и на верблюдах, то и сами народы мира приведут евреев, если те не захотят сами прибыть снова в святую страну, то народы мира им помогут это сделать, и тогда народы увидят наше величие, и тогда для них, т.е. для тех народов, которые раньше угнетали евреев, это будет невесёлое событие, а в нём будет траур. Здесь Рамбан ищет параллель последней главе Нигбершит, в которой описывается траурная процессия Якова, который возвращается в конечном итоге в свою землю, возвращается в святую землю, правда, он едет туда только уже в свой последний путь, только для того, чтобы быть погребённым в земле, но его сопровождают все вельможи фараона, и они устраивают там большой траур. Вот это основные параллели, которые видит здесь Рамбан в нашей главе с четвёртым последним галутом. А сейчас, после этого вступления, можно уже приходить к тексту. И жил Яков в Египте семнадцать лет, а всех дней Якова лет его жизни было сто сорок семь. И подошло время Израиля умереть, и он позвал своего сына Юсефа и сказал ему, если я нашёл милость в твоих глазах, положи, пожалуйста, свою руку под моё бедро, и сделай мне истинную милость, и прошу тебя, не хорони меня в Египте. Чтобы лечь меня с моими отцами, вынесешь ты меня из Египта и похоронишь меня в их усыпальнице. И тот сказал, я сделаю по твоему слову. И сказал, поклянись мне. И тот поклялся и поклонился Израил к изголовью кровати. И жил Яков в Египте семнадцать лет. Раша, начиная свой комментарий к этой главе, обращает наше внимание на то, что вот этот раздел в Аихии, он абсолютно замкнут, закрытый. Что это значит? Есть в тексте Тора, есть понятие параша птуха и параша стуна. Что такое вообще параша? Пороша – это раздел. Мы имеем дело обычно с параша-тошево, с недельным разделом, но сам такой недельный раздел, он-то делится на другие, более мелкие разделы. Как мы знаем по тексту Тору, что здесь закончился один раздел и начинается другой? Проще всего, когда из параша птуха, то есть открытый раздел. Это означает, что новый раздел начинается с новой строки. Это называется красная строка. Пороша – это параша птуха. Есть еще один вариант – параша стуна, то есть закрытый раздел. Это значит, что следующий раздел не начинается с красной строки, но есть интервал в девять букв между окончанием предыдущего абзаца и началом следующего раздела. Вот это называется параша стуна, закрытый раздел, но все-таки здесь видно, что заканчивается один раздел, начинается другой. Здесь спрашивает Раши, почему этот раздел замкнут? Ищет причину. Почему? Вот это вот последняя наша недельная глава, последний недельный раздел, он замкнут. Пороша стуна. На первый взгляд, довольно странный вопрос. В Торе есть еще пару десятков, как минимум, закрытых разделов. А уж внутри, безусловно-безусловно, их не пару десятков, а их сотни. Так почему? Почему, собственно говоря, спрашивать вот именно по поводу этого раздела? Почему этот раздел замкнут? Ну, и много других замкнутых. Эти есть замкнутые, есть не замкнутые, а раскрытые параша стука, параша стуна. В чем, собственно говоря, вопрос. А что-то здесь вот еще. Даже те, которые, даже те разделы, которые закрыты, они, по крайней мере, отделены от предыдущих разделов этим интервалом девять букв. Таковы правила написания свитка Торе. Здесь же нет. Здесь все идет в строку. То есть, нет никакого, не только что с красной строчки не начинается, но даже интервала нет. То есть, интервал в одну букву всего лишь. Сразу после этого, как только заканчивается последнее слово в предыдущей главе, через интервал в одну букву начинается следующая. Вот это наша глава, следующий раздел. И жил Яков в Египте. Вот это уже уникальная вещь. Вот об этом уже имеет смысл спрашивать. Но прежде чем спрашивать, зададим вопрос на этот вопрос. Его уже задает Мораль из Праги. Один из, пожалуй, самых важных комментаторов Раши. Мораль спрашивает, прежде чем задавать вопрос, а почему этот раздел такой закрытый, такой замкнутый, может быть, зададим другой вопрос. А кто нам сказал, что здесь вообще есть, что это новый раздел? Если всё пишется в строку, и нет, не только что красной строки, но даже интервала в девять букв тоже нет, так может быть, это просто один раздел, и всё, может быть, мы ошибаемся, выделяя главу ВАИХИ в отдельный раздел. Может быть, на самом деле этот раздел недельный начинается СВАИГАШ и заканчивается, и продолжается так до самого конца книги перечить. Ответ, он достаточно простой, этого не может быть, потому что у нас есть традиция, устная традиция разделения, распределение на раздел. Если бы мы опирались только на один текст Торы, то, может быть, мы действительно не увидели бы здесь никакой границы и посчитали бы всё это за один раздел. Но у нас есть традиция, которая происходит ещё от Эзры, две с половиной тысяч лет существующая традиция, каким образом разбивать текст Торы на паршиот, на разделы, и в соответствии с этой традицией со слов ВАИХИ ЯКОВ БЕРАЦ МИЦРАИМИ ЖИЛ ЯКОВ ЗИМУ. В ЕГИПТЕ начинается новый раздел, несмотря на то, что нет никакого интервала между ним и между предыдущим. А теперь осталось только объяснить, а почему же это так? Чем же заслужил этот раздел, как пишет Раши, того, что он такой весь закрытый, замкнутый, просто закупоренный герметичный, потому что вскоре после смерти нашего отца Якова глаза и сердца сынов Израиля закрылись, замкнулись из-за бед пробощения, когда их начали пробощать. То есть первое объяснение Раши символическое. Выходит, что после того, как Яков умер, глаза и сердца евреев закрылись из-за беды пробощения. А второе объяснение, менее символическое, раздел этот замкнут потому, что Яков пожелал раскрыть своим самодъям, срок конечного избавления, кец, конец, срок избавления. Но оно было скрыто от них. Что Раш имеет в виду в дальнейшем по тексту, когда мечта ему здесь, вот в этом отрывке речь еще не идет о последних днях Якова, хотя написано и подошло время Израиля умереть, это не значит, что он смертельно заболел и понял, что ему остались считанные дни или часы. Нет. Имеется в виду, он еще не болел. Потом только написано, что он заболел. Это потом. Пока что он только почувствовал, что силы его оставляют, и ясно ему было, что его дни здесь, его дни сочтены. Поэтому он в дальнейшем, когда уже он совсем заболел, вот тогда он зовет к себе своих сыновей, и написано там так. «И призвал Яков своих сыновей и сказал им, соберитесь, и я сообщу вам, что случится с вами в конце дней». Прямо, прямым текстом. «Я вам сообщу, что случится в конце дней». То есть, как говорят наши мудрецы, он собирался раскрыть им, когда и каким образом произойдет конечное избавление. Ну, мы уже напряглись слушаться, а дальше идет так. «Рывы, первенец, ты мой крепость, моя начата в силу, мой избыток и величие моего». Стремительный, как вода, ты не будешь иметь преимущества, а где обещанное раскрытие того, что будет в конце дней? Его нет. Наши мудрецы объясняют, что Яков действительно хотел это раскрыть, но скрылось. Не дано было ему. И тогда он начал говорить другие вещи. Поэтому, поскольку вот то сокрытие конца, то сокрытие сроков избавления, оно и приводит к тому, что форма написания этого раздела именно такая, замкнутая, сокрытая, нет никакого интервала, все закрыто. Кстати, а может быть, Яков имел здесь в виду раскрыть только время избавления из Египта, время исхода из Египта? Почему? Обычно все объясняют, что и так, так написано и в русском переводе Раши, что он хотел раскрыть срок конечного избавления. Хотя, на самом деле, в оригинале там написано только всего лишь одно слово – кец, конец. Конец, он теоретически может быть, конец египетского родства тоже. То есть, они сейчас, только египетская родство начнется, может быть, перед смертью Яков хочет сообщить им, чтобы они знали, когда оно закончится. Отвечает тот же самый Моралис Праги. Этого не может быть, потому что срок этот был явно определен. Ведь еще Авраму было сказано, ты должен знать, что твое потомство будет пришельцами в чужой земле и будут их порабощать и угнетать 400 лет. Вот они, пожалуйста, 400 лет, все открыто. Как же можно сказать, что этот срок был скрыт от Якова? Да ничего не скрыт. Все открыто, все явно, все понятно. Правда. Правда. Это можно было бы возразить, хотя 400 лет и 400 лет, но Всевышний сказал Авраму самого главного. С какого момента нужно будет считать эти 400 лет? И 400 лет можно было считать совсем по-разному. Можно было считать с начала египетского рабства или с начала, с того самого дня, когда только пришли в Египет, а еще достаточно долгое время были не в рабстве. Может быть, с того дня, когда Всевышний сказал Авраму, или, как утверждает Седур-Лам, с того дня, когда родился Ицхак, есть много возможностей. Так что, в общем-то, и этот срок тоже не был настолько явен, очевиден. И ведь факт остается фактом, наши мудрецы говорят, что колено Ифраин попыталось выйти из Египта раньше времени, потому что они посчитали, на 30 лет опередили, они посчитали это неправильно. Значит, может быть, и это было? Ну, это, говорит, морально не может этого быть. Да потому что, если бы действительно было желание Всевышнего скрыть полностью время исхода из Египта, время окончания египетского рабства, то тогда Всевышний не сказал бы и про 400 лет тоже. Оно бы просто повисло. Будете там сидеть, пока вас оттуда не выведут. Поэтому, если есть такой вот абсолютно-абсолютно никоим образом не обозначенный, никак, конец, конечный срок избавления имеется в виду именно вот это самое последнее, конечное избавление от 4-го Галута. И здесь снова мы вспоминаем то, что писал Ранбан, что вся эта история прихода Якова в Египет, его пребывание последних лет там, она является прообразом нашего 4-го Галута, римского Галут-эндо. Вернемся еще одну секундочку к первому объяснению Раши. Второе мы подробно уже разъяснили. Этот раздел замкнут, потому что от Якова скрылся срок, скрылось описание, не смог он раскрыть своим сыновьям вот тот самый конец избавления. Но у Раши было еще одно объяснение. Потому что вскоре после смерти нашего отца Якова глаза и сердца сынов Израиля закрылись из-за бед порабощения, когда их начали порабощать. Если я правильно понимаю, то в Раши здесь написано, что порабощение началось после смерти Якова. То есть до этого, они же жили в Египте довольно хорошо, настолько все было там хорошо, а после смерти Якова начались глаза и сердца евреев закрываться из-за порабощения. Но такому пониманию мешает то, что написано в следующем недельном разделе. В книге Шмот, первый недельный раздел книги Шмот, там сказано так. «И умер Юсеф и его братья, и все то поколение. А сыны Израиля плодились и размножались и стали очень многочисленными. И наполнилась им страна. И восстал новый царь от Египта, который не знал Юсефа, и сказал он своему народу, вот народ сынов Израиля многочисленнее и сильнее нас, давайте перехитрим его, и вот это начало, на первые шаги порабощения. Наши мудрецы, Ираши их сам цитирует, уточняю, как сказано, и умер Юсеф, и его братья, и все то поколение, и восстал новый царь над Египтом, и пошло, и пошло, и пошло. Стало быть, пока был жив хотя бы один из братьев Юсефа, из того поколения, сынов Якова, порабощение ничего не началось». Вот тема. В этом комментарии Раши получается вроде бы, что порабощение началось со смертью Якова, а в книге Шмот Раши сам пишет, чёрным по белому, без всяких намёков, что порабощение не началось, пока был жив хотя бы один из сыновей Якова. Это разница в десятки лет. Как же это понятно? Когда мы говорим про порабощение, то само это слово «порабощение» понимать можно по-разному. Есть конкретное физическое и юридическое порабощение. Так это было в Египте. Сначала оно было физическим, т.е. началось, как известно, с того, что фараон обратился к всему египетскому народу с просьбой, чтобы один день устроить такой субботник, чтобы один день все отработали на благо страны, которая находится в тяжёлом экономическом и военном положении. Так вот, была просьба ко всему населению, чтобы все отработали добровольно в один день. И для того, чтобы воодушевить массы, сам фараон во главе своих министров вышел на работу и сам целый день таскал брёвна и ещё что-то там делал. Ну, и евреи не могли. Хотя они, исходная эта позиция была, мы пришли пожить сюда. И это отражает не только тот факт, что мы пришли сюда на время. Мы, самое главное, не пришли, чтобы быть здесь гражданами этой страны. Мы собираемся на гурба, это значит быть гейры, быть пришельцами. Мы собираемся быть здесь временными жителями. Мы собираемся здесь натурализоваться. Ни в коем случае. Но вместе с тем, быть настолько чужими египтянами евреи не захотели и решили принять участие в этом общем субботнике, который с большим воодушевлением был проведён. Но только когда закончился этот субботник, то нарядчики, которые принимали работу евреев, сказали им, что завтра, хотя субботник закончился, но завтра будет воскресенье. А послезавтра будет понедельник и ещё день, и ещё день, и ещё день. А в конечном итоге это превратилось в обязанность. И уже евреи были обязаны выходить каждый день на эту работу. Более того, они обязаны были делать каждый день ту самую норму, которую они сделали в работе добровольно-свадушенной. Это было начало физического порабощения. А потом уже пришло и юридическое, когда всё это было оформлено, когда евреи действительно были провозглашены государственными рабами. Не рабами частных лиц, но государственными рабами. Но есть ещё другое порабощение. Есть порабощение внутреннее, духовное. Вот оно-то и началось со смерти Якова. Физическое порабощение не началось при жизни сыновей Якова. Пока был жив последний из сынов Якова, физическое порабощение ещё не началось. А духовное – уже. То есть, во-первых, то самое чувство, то самое ощущение, что мы здесь пришельцы, что мы здесь чужаки, что мы не собираемся натурализоваться здесь, прежде всего оно ослабело. Это было самое первое, самое главное. И в чём это выражается? Как в ретраши, золотые слова. Закрылись глаза и сердца. Что такое закрытое сердце? Чем оно отключается от открытого сердца? Восприимчивость. Открытое сердце. Закрытое сердце означает, человек не воспринимает. А что такое закрытые глаза? Закрытые глаза, когда человек, может быть, он не видит. Не видит. Что же произошло здесь? Глаза и сердце народа – это его вождь, это его руководитель. Тот, кто должен видеть вперёд, тот, кто должен чувствовать, тот, кто должен издалека усмотреть опасность, если такая существует, и принять мир к тому, чтобы в неё не попасть, когда руководитель, когда вожди народа находятся на подобающей духовной высоте, тогда глаза раскрыты и сердце тоже раскрыто, тогда они чувствуют, тогда они воспринимают, тогда они улавливают самые-самые тонкие нюансы. Но если глаза закрываются, подобно тому, как говорят мудрецы, если идёт стадо, стадо баранов, которое идёт, обычно перед стадом баранов идёт впереди, впереди идут козы. Если козлу, который идёт впереди, завязать глаза, то всё стадо баранов пойдёт за ним, он не увидит опасности, шагнёт, сделает шаг в пропасть, и вслед за ним всё стадо баранов. Они всегда за лидером. Если лидер не видит, если лидер не воспринимает, не улавливает нюансы, то тогда положение очень опасное. Это то, что произошло здесь. Пока Яков был жив, глаза и сердце были открыты. Если бы при жизни Якова фараон обратился с таким призывом, чтобы евреи приняли участие в всенародном, всеобщем, государственном субботнике, то Яков никогда бы не позволил. Ни в коем случае. Яков умер, глаза и сердце закрылись. Теперь уже в этом состоянии, когда и это, в общем-то, уже то самое духовное порабощение, неспособность, вот эта вот замкнутость, то, что выражает сама эта глава. Глава – это замкнутая, закрыто, закрыты глаза, закрытое сердце, не видно, нет просвета. И вот в таком состоянии темноты, когда пришло предложение от фараона, предложение, а призыв от фараона выйти на работу и добровольно отработать один день, евреи не нашли в себе силы ответить «нет», хотя, может быть, были какие-то отдалённые опасения, но всё-таки не такие уже серьёзные, поэтому они решили всё-таки не отделяться от всех остальных народов, наделявших Египет, а принять участие в этом, в общем, порыве. Ну и чем всё это кончилось, известно. Это духовное порабощение, оно начинается со смертью Якова, а уже физическое и юридическое, оно только в начале книги «Шмот», после того, как умер последний из сынов Якова. Убавим, пожалуй, ещё одну маленькую деталь. «И жил Яков в Египте 17 лет, а всех дней Якова, лет его жизни было 147». Вот это вот первый посуд, который начинается наш раздел. В общем-то, детали, которые есть в этом стихе, они излишни, да потому что мы знаем уже из предыдущей главы, что Яков пришёл в Египет, когда ему было 130 лет, так он ответил фараону на вопрос «Сколько дней лет твоей жизни», он сказал, что он прожил 130 лет, поэтому достаточно было бы сказать, что Яков умер 147 лет, и мы бы занимали отсюда, проставили в Метико 147 минус 130, значит, он прожил в Египте 17 лет. Чего Тора так подчёркивает, и прожил Яков в Египте 17 лет. Мы уже говорили, что само слово «жить», «проживать», в Туре есть два разных глагола, есть «лагун», это означает «проживать», находиться физически где-то в каком-то месте, а есть ещё «лихьот», «жить», это совсем другое. Это означает действительно то, как человек наполняет каждый день своей жизни содержанием, и вот это то, что здесь подчёркивает Тора, «вайхи Яков берет митраем швайц ржана», «Яков в Египте по-настоящему жил», хотя это было в Египте, хотя это было не в Святой земле, хотя это было на чужбине. Здесь вот эти 17 лет – это были дни настоящей жизни Якова. Почему так? Да потому что прежние годы его жизни – это были годы, десятки лет постоянных бед, невзгод, страданий, тревог, всё то, что не даёт человеку дышать полной груди и в результате жить настоящей духовной жизнью. Понятно, что человек может жить без бед и духовной жизнью при том не жить, он может безбедно существовать на уровне одуванчика, это конечно, но для такого человека, как Яков и подобных ему людей, для них всё обстоит иначе, для них все вот эти невзгоды, беды и тревоги мешают им настоящей духовной жизни. Когда Яков по-настоящему избавился от всех невзгод и по-настоящему почувствовал, что он действительно живёт, это были вот эти самые последние 17 лет его жизни в Египте, а Анациев, изволоженный в свои комментарии Мэгдава, говорит, что здесь тоже можно усмотреть Анациеву от Симамнабани, это тоже знак, в этом деянии отцов знак их потомкам, что означает, что в общем и целом, если мы посмотрим на, окинем взглядом всю еврейскую историю, то мы увидим, что основные духовные достижения еврейского народа были сделаны именно в Галуте, именно на Чужбине, именно там. То есть основная духовная жизнь, полная жизнь еврейского народа была именно на Чужбине, и это уже закрепилось здесь вот, в этих 17 годах, которые провёл Яков на берегах Нила. Едем дальше. И подошло время Израиля умереть, мы уже сказали, речь идёт не о том, что он заболел, а просто он почувствовал, что силы его оставляют. И он позвал своего сына Юсефа и сказал, если я нашёл милость в твоих глазах, положи, пожалуйста, свою руку под моё бедро и сделай мне истинную милость. «Прошу тебя, не хорони меня в Египте». Фраза эта удивляет. Многие вещи здесь удивляют. Во-первых, он здесь такое почти официальное обращение. Константин Яков говорит здесь со своим сыном. Он так официально обращается. «Если я нашёл милость в твоих глазах, положи, пожалуйста, свою руку под моё бедро». Кстати, что означает «положи свою руку под моё бедро» имеется в виду клятва. Он своими словами сказал «поклянись и сделай мне истинную милость, прошу тебя, не хорони меня в Египте». Давид, ты знаешь, почему ему так важно было не быть похороненным в Египте, в чём здесь дело? Я бы ещё помнил, если бы было написано «я тебя очень прошу, похорони меня в пещере Мохпилла». Почему? Это же понятно, тогда не надо объяснять. Это усыпальница отцов, и, конечно же, ему хочется быть погребённым рядом со своим отцом и своим дедом, всё понятно. Но Яков говорит, здесь нет, главное, не хорони меня в Египте, что угодно, но только не быть похороненным в Египте. Почему это ему так важно? Обратим сначала к Раши. Раши объясняет так. «Сделай мне истинную милость». Что ещё? Что означает «истинная милость»? «Истинная милость» – это милость, которую оказывают умершие. Почему она истинная? Да потому что в таком случае человек вовсе не ожидает на благодарность. Есть очевидное, определённое… Есть разные ступени альтруизма. Человек, который готов продать нам пару туфель за некоторую сумму денег, вряд ли мы назовём это альтруизмом, но, в общем, в этом тоже есть какой-то альтруизм, потому что другие люди бы просто отобрали у нас эти деньги силой и никаких бы туфель не дать. А он готов за, в уплату за наши деньги, готов дать нам туфли. Уже неплохо. Человек, который делает одолжение другому, скажем, у нас сосед, который, если я к нему обращаюсь и спрашиваю, нет ли у него, не может ли он мне одолжить свою дрель или свою пилу, и он мне это делает, это уже, конечно, причём я ему денег не плачу, это уже альтруизм куда больше, но и это не абсолютный альтруизм ещё. Почему? Потому что мы соседи, и понятно, что сегодня он одалживает мне, имея в виду, что в минуту жизни трудную, когда ему что-нибудь нужно, я ему тоже одолжу, и, безусловно, даже если я человек не самый лучший, даже если я немножко жлоб, то всё равно мне же будет неудобно отказать ему, помня, что он мне одолжил. Поэтому в подобных альтруистических поступках это тоже хэцет, это альтруизм, это милость, слово милость противное, хэцет, альтруизм, но вместе с тем в нём есть, он не чистый альтруизм, поскольку в нём есть надежда на взаимность, на благодарность. А вот истинная, истинный хэцет, истинный альтруизм это то, что делают человеком умершим, он уже никогда быть благодарным не сможет, он уже не сумеет нам отплатить за нашу помощь ему. Так вот, сделай мне, просит Яков, истинную милость, не хорони меня в Египте. Почему это так важно? Раша даёт несколько объяснений. Первое, её земле суждено превратиться во вшей в ходе исхода из Египта, когда на страну фараонов обрушится один за другим 10 ударов, один из ударов, когда земля превратилась во вшей. Ну и вот неприятно, быть похороненным в земле, которая превратится во вшей, они будут кишеть под моим телом, вот это вот не хочется. Это первое объяснение. Второе. А также потому, что умершие и погребённые за пределами земли Израиля восстанут из мёртвых лишь после мучительного перехода под землёй. Воскресение из мёртвых – это та вещь, которая нам обещана, к которой мы обязаны верить, она произойдёт только в стране Израиля, только в Святой Земле. А как бы с теми людьми, которые умерли и погребены в других местах планеты, значит, им придётся каким-то образом по неведанным, неизведанным подземным лабиринтам добираться до страны Израиля и только там восстать из мёртвых. Вот этого, Диакова, вину мне не хочется. И третья причина, более простая и более нам понятная. Чтобы жители Египта не сделали меня объектом поклонения. Почему Яков думает, что жители Египта, у них достаточно объектов поклонения, сколько угодно. И быки, и Менис, и Апис, и бог Солнца, и крокодилы, и змеи, им нужен ещё старый вред для того, чтобы был у них ещё один объект поклонения. Это, конечно, не так, потому что это объясняли на предыдущих ироках. Йосеф предсказал, что будет семь лет голода, однако через два года голод прекратился. Почему? Потому что Яков пришёл в Египет, и с его приходом в Египет начался разлив Нила, и всем было совершенно очевидно, если у кого-то даже были сомнения, может быть, это случайное совпадение, когда старый еврей пришёл в Египет, и вдруг получилось так, что голод прекратился, то, говорит Рамбан, когда Яков умер, голод вернулся. И те пять лет, которые ещё не… которые обещал Йосеф и они не выполнились, то они сполна-сполна прошли после смерти Якова. Так или иначе, египтянам было понятно, что тот, кто принёс благословение в Египет, был Яков, тот, кто избавил их от голодной смерти, был именован, поэтому совершенно резонно Яков опасался, что его могут превратить здесь. Если он будет похоронен здесь, вообще, то мы знаем, что основное содержание египетской религии был именно культ мёртвых. Главная книга, главная религиозная книга древних египетян – это книга мёртвых, там изложены все понятия, все религиозные верования египтян, то очевидно, что, если бы он был только похоронен здесь, в Египте, то он превратится в объект поклонения. Этого, конечно, Яков ни в коем случае не хочет. Так объясняет Раш. Три объясняет. А Равир видит здесь ещё одну причину. Пишет он так. «Яков хорошо знает, что Иосиф непредельно похоронит его с приличествующим почётом, но, тем не менее, говорит, если я нашёл милость в твоих глазах, он обращает внимание не только на саму просьбу Якова, но и на ту форму, в которую она выдана, он умоляет своего сына, он униженно просит его, как это будет так быть? Сделай мне истинную милость, прошу тебя, не храни меня в Египте». То есть, имя Иосифович хочет сказать, что лучше бы мне вообще не быть похороненным, чем чтобы меня предали земле в Египте. И упор делается на то, чтобы его не хоронили в Египте, не на то, чтобы его похоронили в пещере Махпела, а чтобы, главное, не похоронили в Египте. Может показаться, что выполнение этой просьбы не столь затруднительное, поэтому настоятельная и торжественная просьба производит впечатление какое-то довольно странное. На это у нас есть уже последний ответ Раши. Безусловно, выполнить эту просьбу Иосифову будет очень и очень непросто. Прежде всего и главным образом в силу того, что фараон и остальные египтяне не захотят расставаться с телом Якова, а захотят мумифицировать его и превратить его в объект поклонения. Поэтому очень и очень непросто будет Иосифу выполнить отцовскую просьбу. Этим мы уже немного объясняем, почему он так настойчиво и даже униженно просит. Однако, есть здесь еще одна причина. Причина мольбы Якова, возможно, более глубокая. За годы, прожитые в Египте Яков, видимо, не раз замечал, какое мощное воздействие начинает оказывать на его потомков приобретение собственности, привязанной к земле. Мы сказали, что духовное порабощение началось только со смертью Якова. Пока он был жив как лидер народа, как его вождь, то глаза были открыты, сердце было открыто. Он мог бы попрепятствовать ассимиляции евреев в Египте, мог бы препятствовать всем тем нежелательным процессам, которые начались после его жизни. Но это значит… Но мы вынуждены тогда сказать, что если бы Якова не было… И не то, что просто прошло такое время, вот так получилось, за 17 лет, через 17 лет пребывания в Египте постепенно евреи начали врастать в жизнь этой страны. Нет, получается, что они бы и раньше уже начали врастать, только само присутствие Якова и его нет могло здесь остановить это. Но вот этот самый процесс их врастания в египетскую жизнь Яков уже заметил. Он начался еще при его жизни. – Люди, которые жили до сих пор довольно просто. Скотоводы, бедуины, неоседлые, они пришли из страны, из Канаана, они пришли в величайшую империю того времени, богатейшую, достигшую очень высокого уровня во многих областях, в строительстве, в технике. Некоторые достижения евреев и на сегодняшний день они просто приводят в восхищение. Богатая страна. И они оказываются не просто в этой стране, они пришли как пришельцы. Но ведь на самом-то деле они при всем при том, они же кум королю и сват министру, они же семья Йосефа, столь неограниченного почти правителя страны. Это начинает нравиться. И вот это вот ощущение того, что мы здесь чужие, оно притупляется. Мы, конечно, евреи, мы уже здесь начинаем постепенно врастать в эту землю, в эту страну, пускать в ней корни. Это Яков заметил. И таким образом, своими действиями, он хочет здесь сделать как бы манифестацию. Он, вероятно, понимал, что они начинают считать Нил своим Ярденом. Если раньше они жили в стране, в Святой Земле, в стране Израиля, у реки Ярдан, то теперь постепенно Нил становится у них Ярданом. Что они уже не расценивают как изгнание свое пребывание в Египте, это вполне достаточная причина для того, чтобы Яков упорно настаивал на том, чтобы его не хоронили на чужбине, а предали на земле, на родине. Яков считал, что имеет основание сказать детям, возможно, вам, может быть, здесь вам нравится в Египте, но я не только что жить здесь не хочу, я даже похороненными здесь быть не хочу. Вот поэтому он выразил свое желание именно так. Не как Яков, а как там сказано, Равир всегда обращает внимание на чередование двух имен – Яков и Исраиль, Яков и Исраиль. Как сказано здесь, и подошло, начинается, и жил Яков в Египте 17 лет. Это Яков – человек, частное лицо Яков. Он прошел в Египте 17 лет, как мы сказали, самые лучшие годы его жизни. А в 7 дней Якова его лет жизни было 147. И подошло время Израилю умереть. И он позвал своего сына Исофия и сказал, не хорони меня в Египте. И когда тот ему пообещал, снова сказано, и поклонился Израиль из головы кровати. Израиль – это имя, которое выражает здесь Яков не просто как частного человека, не просто как отца семейства, а как отца и руководителя народа, как отец и руководитель народа. Видя ту опасность, которой грозит его сыновьям, то, что они начинают пускать корни в Египте – это то, что он хочет им сейчас показать. Ни в коем случае не храните меня в Египте. Даже быть похороненными здесь не готовы. Не только что уже жить здесь. Мы здесь чужаки. Это не наше место. Одно остаётся всё-таки ещё не ясно. Просьба, понятно, даже униженная, настоятельная просьба. Всё это ясно. Но почему он требует? Нет. Более того, как сказано, чтобы лечь меня с моими отцами, вынесешь ты меня из Египта и покоронишь меня их высыпальнице? И тот сказал, я сделаю по твоему слову. Ну вот, пожалуйста. Юсеф Яков потребовал, попросил точнее. Сильно попросил. Он получил обещание. Я сделаю. А Якова недостаточно. И сказал, клянись мне. И тот поклялся. Почему? Почему он требует от своего сына клятвы? Сильно же пообещал. Если бы кому-нибудь из нас родители попросили сделать что-то, и мы бы сказали да, пообещали бы это сделать, после этого родители бы сказали клянись, наверняка бы мы обиделись. Почему же Яков так себя ведет? Самый первый ответ, который напрашивается, связан с тем, что мы говорили раньше. Яков хорошо знает, что Юсефу здесь придется очень сильно бороться для того, чтобы выполнить эту просьбу. И, прежде всего, его непосредственный начальник фараон будет первым, кто будет ему мешать. Да, он пообещал, конечно, пообещал. Ну, исключено, что придет фараон и скажет, значит, он пообещал, пообещал. Ну, что? Пообещал. Ну, у нас закон, у нас правило. Ты что, пообещал папе, но ты перед ним чистый, совесть твоя чиста. А что делать? Закон. Закон есть закон. Закон не позволяет. Фараон, его слово – закон. Вот против этого сейчас у него будет козырь. Замечательно. Закон. Но я поклялся. А что вы, ваше ильичество, хотите, чтобы я нарушил свою клятву? А нет. Это фараон, безусловно, на это не пойдет. И в конечном итоге так, на самом деле, и получилось. Если посмотрим в тексте в дальнейшем, фараон говорит Йосефу, что ты можешь идти, отправляться и похоронить своего отца в земле Канаанской так, как ты ему поклялся. Фараон подчеркивает это. То есть, если бы ты не поклялся, то я вряд ли бы тебе разрешил это делать. Так что уже здесь Яаков помогает в дальнейшем Йосефу выполнить эту свою просьбу. Но это не единственная причина, а о более глубоких причинах мы уже поговорим, пожалуй, в следующий раз. Спасибо. Спасибо. Спасибо.